Приветствую охотников за трофеями. Не знаю как вам, но для меня сентябрь тянулся очень долго, потому что я заразился сами знаете чем и был заперт на карантине. Не у себя дома, с плохим интернетом и поэтому даже не мог постримить. Правда через недельку меня уже должны выпустить, но это не единственная хорошая новость. Обязательно досмотрите видео до конца, у меня будет к вам важный вопрос и анонс. А пока давайте взглянем, что нам принесет PS Plus в октябре 2020 года. Чтобы разобраться, стоит ли тратить свое время на сами игры и на получение платины в них. Но прежде хочу порекомендовать вам игру, в которую я начал залипать во время карантина. Forge of Empires это проверенная временем и одна из лучших в своем жанре градостроительная стратегия. Фишкой игры является возможность развиваться, начиная с маленького поселения в каменном веке, заканчивая огромным городом в космической эре. Для этого изучайте новые технологии, стройте современные здания и конечно же захватывайте соседние территории. Лично меня очень порадовала боевая система в пошаговом стиле героев меча и магии, пустил мне одну ностальгическую слезу. Но если вы пацифист, для вас заступен вариант дипломатического расширения границ. А самый кайф в том, что во-первых игра абсолютно бесплатна, а во-вторых имеется удобное приложение для iOS и Android. Можете играть на своем профиле как дома с компьютера, так и с телефона в автобусе, метро, на трамвае. Ну или на чем там нынче люди ездят, я не знаю, я же на карантине сижу, может там уже летающие машины появились. В общем регистрируйтесь по моей ссылке в описании, получайте 20 стартовых кристаллов и не забудьте добавить меня в друзья, а потом оценить мои строения. Я на сервере Odderwar, никнейм как всегда Craft Alex. И помните, что если вы регистрируетесь именно по моей ссылке, вы очень поможете моему каналу. Первая игра в сегодняшней раздаче может показаться очень даже привлекательной, если вы далеки от гоночных игр и хотите просто покатать в относительно свежую красивую гонку часок-другой вечером после работы. Однако фанатами Need for Speed Payback признана как одна из худших, если не худшая игра серии, что в целом подтверждают оценки критиков. Последние, кстати, почти единогласно хвалят потенциал игры и разнообразие активности, из которых могла бы вырасти очень крепкая гоночная аркада. Но все это было заруинено необходимостью унылого гринда ради дальнейшей прогрессии по игре и халтурным сценарием на уровне фильмов категории B. И конечно же микротранзакциями. Не знаю, как с этим дело обстоит сейчас, но на старте продаж игры ее частенько за это ругали. Не то, чтобы микротранзакции были прям необходимы для прохождения, но мы ведь все знаем, что современные издатели умышленно добавляют в игру душный гринд, чтобы оправдать покупку всяческих бустеров. А вот кого гриндам точно не напугать, так это трофехантеров. Платина здесь не сложная, но и совсем легкой ее не назовешь. Теоретически можно управиться и менее чем за 40 часов, если вы быстро справитесь со всеми испытаниями. Но для среднестатистического игрока получение всех трофеев может отнять и более полсотни часов. Прежде всего проходите сюжет на любой сложности, очивок за сложность в игре нет. На этом шаге рекомендуется озаботиться прокачкой уровня производительности реликвии до 399. Всего машин реликвии в игре 5, например, Nissan Fairlady 240ZG. Во-первых, это нужно для трофея, для другого клад. Во-вторых, на такой прокачанной машине проще будет выполнять иные активности. Тот же Nissan, например, хорошо подойдет для испытаний на дрифт. На ранних версиях игры, кстати, работал баг. Выбираете в гараже любую машину с уровнем 399. Переключайтесь на реликтовую с меньшим уровнем и трофей выпадает. Обращаюсь к экспертам игры. Если баг до сих пор работает, напишите, пожалуйста, в комментах. Вашим вторым, самым сложным и самым долгим шагом на пути к платине будет выполнение испытаний для трофея «Активный образ жизни». Всего в игре 145 испытаний, каждое из которых нужно закрыть на 3 звезды. 30 испытаний на прыжки, 40 на время, 45 радаров и 30 испытаний на дрифт. В интернете полно гайдов и подсказок с информацией, какие машины лучше подойдут для тех или иных испытаний. Например, можете почитать подсказки к трофею на стратеге. Еще одним, относительно запарным, может стать трофей «Суперкары на завтрак». Вам необходимо победить всех вольных гонщиков клуба однопроцентников на машине Nissan GTR Premium. Всего таких гонщиков 20 и разделены они на 4 фракции, в каждой из которых есть босс. Если вы уже победили их на другой машине, ничего страшного, просто одержите победу еще по одному разу на Nissan. Боссы, кстати, гоняют на машине с уровнем 390, поэтому Nissan придется хорошенько прокачать. Есть в игре и 4 онлайновых трофея, 3 из которых не станут проблемой. Нужно просто покататься 10 раз в спидлисте, не обязательно выигрывать и завершить одно ежедневное испытание. А вот ачивка «Дружеское соревнование» чуть более замороченная. Вам необходимо один раз побить лучшее время на трассе любого из ваших друзей в PSN. Если никто из ваших друзей не играет в NFS, залетайте на наш дискорд сервер и ищите себе напарников для буста ачивки в соответствующем разделе. Все прочие трофеи не должны вызвать каких-либо проблем. Переходим к игре «Вампыр». Появлению этого проекта в подборке лично я был рад. Во-первых, люблю вампирскую тематику. Во всех играх, вроде серии Elder Scrolls, везде где это возможно, всегда старался заразиться вампиризмом. В детстве очень залипал в Bloodlines и с нетерпением жду вторую часть. Надеюсь, продолжение не подведет. Тогда почему я радуюсь этой игре в плюсе, а не купил ее на релизе, коль я такой фанат вампиров? Беззонный вопрос. Я поиграл немного в вампира на ПК у моего друга. Остался доволен мрачной атмосферой Лондона начала 20 века, с сюжетом, персонажами и РПГ составляющей в целом. Но боевая система мне показалась примитивной и попросту скучной. А на момент выхода игры в 2018 году для меня боевка была очень важна. Я тогда активно играл во всяческие соулс игры и хотел интересного, бросающего вызов геймплея. Поэтому покупать игру за фулл прайс не хотелось, а сейчас, получив ее в раздаче, я, пожалуй, с удовольствием поиграю. Платина здесь не сложная, не долгая, но есть ряд пропускаемых и взаимоисключающих трофеев. Поэтому придется сделать либо два полных прохождения, либо одно прохождение, но с выгрузкой сохранений в двух местах, чтобы выполнить конфликтующие условия. Мы, разумеется, рассмотрим второй вариант с одним прохождением. Для начала выбирайте сложность игры не ниже средней. Несмотря на то, что в Ампыре нет ачивок за сложность, на самом легком сюжетном режиме не выпадает трофей ни капли. А это как раз один из самых сложных трофеев, из-за которого и нужны фокусы с выгрузкой сохранений. По условию трофея вы должны пройти игру, не убив ни одного горожанина. А именно, когда будет выбор, вы не должны выбирать опцию «Объять». Впоследствии, если по сюжету NPC обратиться и вы его убьете, на трофей это не повлияет. Главное, не пить его кровь при выборе. И в этом таятся две основные проблемы. Во-первых, такие объятия являются основным источником опыта. Дохляком-вампиром, без человеческой крови, играть будет сложновато. Придется выполнять все побочные активности и собирать коллекционки, чтобы хоть немного получать опыт. А во-вторых, в таком режиме пацифиста вы не сможете получить трофеи за оружие, потому что некоторые из них даются именно за убийство NPC. Поэтому план действий следующий. В самом начале игры, когда вы причалите на лодке с доктором и священником, сделайте первую выгрузку сохранения на флешку или в облако. Вскоре вы встретите NPC по имени Клей. И в первый раз вам нужно его понюхать, то есть объять и выпить его кровь. За это получите трофей «Невозможно устоять». Затем сразу же загружайте обратно в ваш сейф, и на этот раз пусть клей вас отпустит. То есть наоборот, отпускайте клея и получайте ачивку «Чудесное избавление». Этот выбор вам как раз нужен для трофея «Ни капли», для которого, напоминаю, нельзя убивать горожан. Дальше играйте до шестой главы, собирая все коллекционные предметы и оружие, кроме тех, для которых требуется убивать горожан. В описании оставлю ссылку на удобный видосик со сбором всего необходимого. Будьте особо внимательны, когда в шестой главе будете выполнять квест вот этого парня по имени Ашер Толтри. Ни в коем случае не читайте его дневник, который он попросит принести, иначе не получите от него нужный предмет. Где-то в шестой главе, до сражения с финальным боссом, сделайте еще одну выгрузку сохранения и заканчивайте игру, получив долгожданный трофей «Ни капли», после чего загружайтесь и оттягивайтесь по полной. Убивайте всех NPC ради недостающего оружия и приведение всех районов Лондона во враждебное состояние для соответствующего трофея. На этом этапе вы уже должны получить платину, если ничего не пропустили и выполнили условия для прочих ситуативных и накопительных ачивок. Как всегда, в конце видео несколько слов обо всем самом интересном, что произошло в нашем комьюнити за последний месяц. Традиционно начнем с новостей моего канала. В сентябре я выпустил два видео. Первое – это подборка из 10 игр, в которых трофехантеры злоупотребляют читами для более быстрого и легкого получения трофеев. В нем я рассказал о том, как применять такие читы и немного порассуждал на тему читерства в целом. Обязательно посмотрите видос и оставьте ваше мнение насчет читов в играх. Вторым экспериментальным видео стал обзор коллекции PlayStation Plus, которую анонсировали для PlayStation 5. Здесь я поделился мыслями насчет того, что может ждать сервис PlayStation Plus в будущем. И, разумеется, сказал несколько слов о каждой из 18 игр коллекции и сложности получения платины в них. А теперь самое важное – то, о чем я говорил в начале ролика. Мой канал медленно, но верно приближается к отметке в 30 тысяч подписчиков. Вы могли обратить внимание на то, что в преддверии юбилея я освежил дизайн канала – шапку, логотип, интро для видосов. А также собираюсь провести стрим, на котором поиграть вместе с вами и разыграть призы среди подписчиков. На прошлый 20-тысячный юбилей мы с вами полностью прошли Bloodborne вместе с DLC, убив всех боссов за 7 часов. В этот раз я подумываю повторить мероприятие, например, с Dark Souls 3. Боссов в игре много, коннект более удобный, чем в Bloodborne, поучаствовать смогут все желающие. Однако, все же хочу спросить вашего мнения, может вы предложите какую-то другую игру для кооператива, в которую будет удобно и весело поиграть с подписчиками? Жду ваших комментариев. Едем дальше. За прошлый месяц пасхалки были найдены в двух видео. Во-первых, в сентябрьском обзоре PlayStation Plus, а во-вторых, наконец-то, в уже довольно старом видео с подборкой абсурдных достижений. Обе пасхалки нашел пользователь с ником P, за что уже был размещен на доску почета на главной странице канала. Вот правда, из-за нововведения ютуба этот раздел теперь не обновляется в браузере, только на мобильных устройствах, надеюсь это временно. Ну а поскольку вы до сих пор не нашли спрятанные трофеи еще аж в трех видео, держите подсказки. В обзоре PlayStation Plus за август ищите пасхалку у источника света. В гайде по призраку Цусимы стоит поискать рядом с животными. А в ролике про читы вам стоит обратить внимание скорее на игровое меню, а не на геймплей. С началом учебного года на нашем дискорде относительное затишье, но наши постоянные авторы уже готовят вам видео гайды по трофеям. А пока можете ознакомиться с подробным текстовым путеводителем по платине в Скайриме от Platinum Zinkai. А еще совсем недавно вышел ролик с долгожданными итогами трофейного турнира от Комыча при поддержке сайта Your Game Space и канала Come Out and Play. Обязательно к ознакомлению. И на этом я буду с вами прощаться, но прежде традиционно хочу выразить благодарность спонсорам канала. Хоть в этом месяце я и не покупал никаких игр и не готовил гайды, ваша материальная поддержка помогла мне не умереть с голоду на карантине. Да и такое бывает. Кстати, YouTube недавно обновил свой функционал и теперь спонсоры могут оставлять уникальные модзи не только на стримах, но и в комментах под всеми моими роликами. Еще раз спасибо вам за поддержку и до встречи, Good Hunter.